Итак, друзья, всем привет, всем добрый вечер, дамы и господа, с вами Севен, а это матч, друзья, континентальной хоккейной лиги между командами ЦСКА и Локомотив. Составы команд, друзья, вы можете видеть на своих экранах, а перед тем, как мы начнем, обязательно попрошу тебя подписаться на канал, если вдруг не подписан и поставить лайк этому видео, написать жирный, топовый, друзья, комментарий. Это все помогает нашему ролику, нашему каналу продвигаться и становиться лучше. Давайте поговорим про последние матчи команд ЦСКА. Очень интересной игре обыграл Казанский Акбар с гостях со счетом 2-1 в овертайме и Локомотив довольно-таки неожиданно, друзья, выступил Минскому Динамо со счетом 4-3. Вот такие вот последние матчи были у команд Пускуаля, друзья, сегодня будет стоять в воротах Локомотива, друзья, и Рейд Борн сегодня будет защищать ворота ЦСКА. Погнали, друзья, Буше входит уже в зону, начинает атаку Локомотива, но тут ничего не получается, и уже обратная атака от хозяев Григоренко, Сошников, бросок-поворот там поменял я. Номера у игроков ЦСКА, будет ли бросок, бросают в верхний угол на месте Рейд Борн, плохая передача, Нордстрем, Гилмар, передача на Киселевича, Сошников, Слепоша, передача на Гилмара. Слепоша в завороты здесь заезжает, передача назад на Нестерова, Нестерова бросает, попадает здесь своего же игрока, Рейд Буше. Петерсон, шайбу потерял здесь в итоге Петерсон, и удаление будет составить ЦСКА. Домахался здесь клюшкой Рейд Буше, вы, наверное, тоже вместе со мной видели, как активно он ей махал, ну просто посмотрите, один, еще потом после этого, еще дальше начал махать на самом-то деле. Рейд Буше четвером оставляет свою команду в начале первого периода, и посмотрим, как ЦСКА будет реализовывать это большинство. Сразу же первое звено у ЦСКА, что логично, Далбек, бросок поворотом, Пускуали на месте. Передача на Далбека, Блажиевский, щелчок еще одним поворотом, и снова Эдвард Пускуали здесь справляется этим броском, друзья, бросок не будет в зоне гостей. Команда Локомотив, напоминаю, в меньшинстве. Эта команда сейчас играет, и еще 57 секунд. Есть у ЦСКА для того, чтобы выйти вперед в этом матче. Григоренко входит в зону, передача назад на Киселевича, Сошников, Киселевич, Гилмар, Слепышев, Сошников. Неплохо, ну и снова Пускуали вручает. Сколько уже прямо интересных и практически 100% моментов было у ЦСКА, но со всеми справляется. Галкипер Локомотива, Каюмов. Елесин ошибается, здесь и шайбы уходят в среднюю зону, еще и Елесин не ту передачу отдает, Сошников. Передача назад на Киселевича, Гилмар, Киселевич бросает, шайба не доходит до Пускуали. Алексеев. Неплохо, Полунин бросок поворотом Коршкова бы добить. Марченко уже выходит вместе с шайбой в среднюю зону. Рафиков дальше пробрасывает по борту. Но Алексеев, Красковский здесь не смог обработать эту шайбу, друзья. Первый период закончился. 0-0 пока в матче между ЦСКА и Локомотивом. Друзья, давайте переходить к периоду под номером 2. 4-2 по броскам впереди. Московский ЦСКА на точке лучше выглядит. Локомотив 3-1, поэтому показатели начинаются второй период. Пока 0-0, счет не открыт. Это моменты были немного больше. Все-таки у ЦСКА более активнее провела команда. Первый период. Сошников неплохо будет сам бросать. Но Пускуали вообще кураж поймал. И в первом периоде очень феерил. Были прямо очень хорошие моменты у ЦСКА. И сейчас вот с такими бросками очень легко справляются. Нам показывают момент у Шулунова, судя по всему. Просто в створ не попал игрок. Алексеев, Коршков. Каюмов. Ну как же. Все было классно разыграно. Это Локомотива. И Каюмов завершал эту атаку. На переиграть Рейда Борна здесь не получилось. Нордстрем. Неплохо под бросок в штангу попадает игрок. Это Волмрак атаковал ворота. Еще момент один. Блажиевский. Не стирал еще один бросок по воротам. И снова Пускуали выручает. Там выручила штанга. Здесь уже своими силами Пускуали смог сыграть. Но вот момент был у Волмрака, судя по всему. Очень хороший. В штангу попал. Но активнее, опять же говорю, намного активнее выглядит ЦСКА. Хотя Локомотив опасными контратаками отвечает Гилмар Шайбой. Передача неплохая на Акулова. Гуськов. Киселевич. Гилмар неплохо. И забивает здесь Кишайбу. Причем это Гуськов делает. В прошлой встрече он тоже отличился. В матче против Фат Барса. И многие просили поменять Матвея Гуськова на Соркина. Который также активно играет. Но вот я, к сожалению, пока еще не решился на это. Но, возможно, и Соркин, и Гуськов будут играть вместе. Вообще. Такое тоже не исключено. Гуськов отличается очередной раз. И уже 1-0 выходит ЦСКА вперед. Хотел сказать 2-0. Корнаухов и Гилмар в ассистентах. Такое ощущение, как будто ЦСКА уже вторую шайбу забросила. На самом деле только вышли вперед еще хоккеисты ЦСКА. У Осипова бросок не получается. Гилмар. Акулов. Передача на Богдана Киселевича. Бросок. И Шайба ведь сейчас залетит в ворота. Там за Пускуоле она залетела. И в итоге все-таки заметил ее Эдвард. И накрыл эту шайбу. И без доли везения. Но все-таки получилось это сделать. Шулунов набрасывание против Григоренко. Очень опытный, конечно, и тот, и другой. Сошников. Передача назад на Григоренко. Неплохо. Рид Буше. Передача на Шулунова. С острого угла пытался здесь Максим атаковать Рейдеборн. В принципе, это получилось сделать. Только забить. К сожалению, для игроков. А вот здесь в обратной атаке снова забивает московская команда. И это делает Никита Сошников, друзья. С передачи Слепышева и Киселевича. Здесь бросок. Здесь передача на пятачок от Слепышева. Бросок с неудобной руки от Сошникова. И тут же добивание от этого же игрока. И здесь Пускуоле уже выручить свою команду не смог. Ну и где же, друзья, были защитники Ярославской команды. 2-0. Вот так вот у нас начинают складываться события в этом матче. Но, в принципе, я думаю, здесь очевидно. Именно если говорить про этот матч, про наш. Здесь унхел 20. Но, согласитесь, ССК наиграл на парочку уже шайб. Сошникова, Светберг. Впервые вообще называю его фамилию. Чуть здесь Светберг, щелчок по воротам. Здесь рикошет. Какой же габаритный все-таки Светберг. Григоренко. 8 секунд до конца второго периода. Нордстрем. Григоренко. Будет передача назад. Судя по всему, попытался сделать. Кстати, игрок ССК. Еще один момент. И Слепышев просто с круга вбрасывание. За 2,1 секунды до конца второго периода. Просто в аут отправляет локомотив. Ну и какой по точности бросок получился у Слепышева. Ну даже не знаю. Как здесь нужно было среагировать по сквале. Просто смотрите. Тут же бросок. В одно касание. И 3,0 уже становится счет. 0,0 было после первого. И три безответных шайбы сбивает ССК в периоде под номером 2. И у меня просто нет слов. Красота. Да и только. Вот так вот можно об этом, обо всем рассказать. И там 2,1 секунды остается до конца нашего второго периода. Итак, друзья. Второй период подошел к концу. 3,0. ЦСКА ведет матч против локомотива. Давайте, друзья, переходить к периоду по номерам 3. 12,5. Переди ЦСКА по броскам створ на точке. 6,5. По этому показателю впереди локомотив. И это, наверное, единственное, чем может похвастаться локомотив за эти 40 минут. Потому что 3,0, друзья, команда проигрывает в этом матче. И пока предпосылок для того, чтобы локомотив смог хотя бы одну шайбу, друзья, забросить. Их нет. Большинстве локомотив сейчас будет играть. Ну, возможно, вот сейчас что-то получится. Автор одной из шайб. Сошников отправляется на 2 минуты здесь за задержку соперника клюшкой. Судя по всему. Да, именно так. Ну, вот идеальный шанс размачить Адама Рейда Борна в этом матче, наконец-таки. Брасня выиграли. Шолунов неплохо. Рейд Буше. Осипов щелкает поворотом. Пока бесхитростно действует здесь локомотив. И Буше вот в такой ситуации вот так вот бьет поворотом. Такими бросками пробить Рейда Борна в этой жизни, я думаю, не получится. Но, тем не менее, момент создали. Пускай и не особо опасный. Еще есть целых минуты 39 для того, чтобы забросить шайбу. Марченко неплохо пока контролирует здесь шайбу. И Петерсон просто непонятная какая-то передача. Очень суетятся локомотив. Нужно спокойно пытаться разыгрывать эту шайбу. Очень жестко здесь встречает игрока ЦСКА. Светберг. Снова Светберг. Передача на Далбека. Марченко. Ну, вот, возможно, получится атака. Но уже третий игрок возвращается здесь. А ЦСКА торопиться никуда не надо. Далбек. Нордстрем бросал поворотом. Передача назад. Светберг. Хочется, конечно, могучего щелчка Светберга увидеть. Далбек. Передача на Светберга. А, я здесь шлем помешал и шайба не дошла. До адресата Буше. Петерсон мог бы сам бросать, наверное, с такой бойной позиции. Слепышев с шайбой. Передача на Андронова. Слепышев-Андронов. Как неплохо Сошников атакует. Будет ли передача здесь. Слепышев. Передача назад на Богдана Киселевича. Ригаренко. Очень часто начали бросать вообще игроки. И опять же, возвращаясь к этой теме. Если вы хотите видеть атакующий хоккей, делайте показатели действия в атаке как можно выше. Соответственно, другие показатели уменьшаете. Но так намного интереснее смотреть. Команды хотя бы не просто перепасовываются между собой, а пытаются что-то придумать. И как можно чаще бросают от синей линии. Вообще с разных позиций. Черепанов. Передача на Полунина. Здесь что будет дальше? Черепанов. Полунина. Абсолютно один. Полунин кистевой бросок. Рейдборн. Кузьков. Как здесь Пускуали смог затащить? Ну просто абсолютно один. Там стоял игрок ЦСКА и расстреливал это Корноухов. Черепанов. Неплохая передача на Красковского. Красковские передачи назад на Черепанова. Возможно здесь что-то получится. Красковский. Черепанов. Но ничего абсолютно не ладится у локомотива Сагадеев. Черепанов. Пока просто катает шабы. Была передача на Полунина. Но она конечно же не доходит. Корноухов. Акулов. Гилмар. Киселевич. Передача непонятно куда. Елесин. Две минуты до конца. На третьего периода Красковский. Елесин. Полунин. Красковский. Черепанов. Алексеев. Передачный пятачок. Добивание здесь от Красковского. Вот сейчас немножечко повезло. Конечно здесь локомотива. Что шайба вот таким вот образом дошла. Сагаде пятачка. Но Красковского было 100% моментально. Но опять же Рейдеборн в воротах ЦСКА. Давайте не забывать. Коршков. Коршков шайбой. 37 секунд. Коршков на ровном месте шайбу потерял. Мне очень обидно вообще лицезреть. Подобные действия от локомотива. Нордстрем. Блажевский. Волмарк. Снова Блажевский. Неплохо под бросок. Куда здесь шайба вообще? Непонятно было. Каюмов. 10 секунд остается локомотива. Передача назад. Шелчок поворотом. И шайба все-таки залетает. В концовке. Рафиков отличается. Не смогли. Совсем чуть-чуть. ЦСКА. Здесь доработать. И сухарь. Для Рейдеборна сделать. Но здесь закрыт был. Судя по всему адом. Давайте посмотрим. Передача назад. Где раньше-то были эти броски локомотив? Я не понимаю. Ну да. Здесь Петерсон еще перед воротами стоял. Очень хорошо здесь закрывал обзор. Рейдеборну. И от синей линии. Щелкает рафиков. И 3-1 становится счет. Но это, друзья, ничего не меняет. Здесь секунды до конца нашего матча. И ЦСКА очень уверенно переигрывает локомотив. Слепошел в шайбу. Забрасывает в зону. Здесь 2 секунды до конца. Рейдбуши. И ничего, друзья, здесь не происходит. ЦСКА очень уверенно выигрывает у локомотива со счетом 3-1. Поздравляем мы всех болельщиков ЦСКА с этой победой. Если вдруг еще не подписан на мой канал, то прямо сейчас обязательно это сделай. Поставь лайк. Лепи комментарий. Нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. Всем до скорых встреч, друзья. Всем пока.